Неделя Расслаблена Праздник воскресенья и вспоминается в этот день исцеление расслабленного у овчьей купели. Это исцеление произошло в период еврейской пятидесятницы, поэтому уместно рассудили святые отцы вспомнить это событие и в дни христианской пятидесятницы от Пасхи до Троицы. Кроме того, на предстоящей седмице начинается праздник при половине пятидесятницы. Этот праздник праздновали и иудеи, и Господь также в этот праздник посещал Иерусалим. Этот праздник праздновался восемь дней. В последний день этого праздника совершалось освящение воды. И в этот день, как описывает нам святой апостол, евангелист Иоанн Богослов, Господь обратился к народу с проповедью о живой воде, о том, что он сам есть живая вода, которая напаяет всякого жаждущего и дает ему жизнь вечную. Продолжение этой темы о живой воде мы будем вспоминать в следующее воскресенье, когда будем вспоминать о явлении Господа Самарянки, где Господь развил эту тему и рассказал о поклонении ему в духе и истине. Таким образом, в ближайшее воскресенье, в следующее воскресенье, в ближайшую среду и начиная от среды последующие восемь дней, мы будем вспоминать о живой воде, которой есть и благодать Святаго Духа, и Сам Господь наш Иисус Христос, Который преподает нам эту благодать. Когда Господь исцелил расслабленного у овчей купели, то это произошло в субботу, когда по еврейскому преданию нельзя было исцелять. В эти дни подобало, как считали евреи, только молиться. Но Господь многократно исцелял больных в субботу, для того, чтобы показать, что не человек для субботы, а суббота для человека. И самым лучшим почитанием Господа является творение дел милосердия, исполнение заповедей Божией о любви к Богу и к людям. Любя Бога, мы не можем забыть о любви к людям, и, служа людям, мы не должны забывать о служении Господу. Поэтому Господь и исцелил расслабленного у овчей купели в Иерусалиме именно в субботний день. И не просто исцелил его, но даже повелел ему сделать то, что также запрещалось еврейским преданиям делать в день субботний. Когда евреи увидели, что Господь не только исцелил расслабленного в субботний день, но и заставил его взять постель свою и идти, то они хотели схватить Господа, чтобы предать его суду. Но Господь от них вскрылся. В этот же день по еврейскому обычаю исцеленный и расслабленный должен был принести жертву Богу в Иерусалимском храме. И Господь нашел его в храме в это время, когда он приносил жертву, и сказал ему следующее слово. «Ты стал здоров, смотри, впредь не согрешай, чтобы не было тебе чего хуже». Таким образом, Господь говорит нам о том, что часто наши болезни, которые мы имеем в этой жизни и претерпеваем, попущены нам Господом за какие-то наши грехи. И когда мы осознаем свои грехи и покаемся Господу, то Господь может нас исцелить. Но и после исцеления мы должны быть внимательными, чтобы, исцелившись от болезни телесной, не впасть в худшую болезнь, болезнь духовную, чтобы не забыть о том, кто нас исцелил, и что остаток жизни мы должны посвятить покаянию, исправлению, изживанию из себя греховных страстей и насаждению и взращиванию в душе своей добродетелей, а более всего веры, надежды и любви. Любви к Богу и любви к ближнему. И Господь нас предупреждает, что если получив какое-то благодеяние от Господа, исцеление или что-нибудь другое, чего мы просим или не просим, но должны быть благодарны Господу за то, что Он нам дал какое-то благодеяние, мы не должны впредь больше грешить, потому что Господь исцеляет нас и дает нам какие-то блага авансом в надежде, что мы исправим свою греховную жизнь. Если же мы ее не исправим, то будет нам гораздо хуже. И мы видим из евангельского текста, как расслабленный не внял этим словам Господа, а зная, что иудеи разыскивают Господа за то, что Он нарушает якобы еврейский закон о том, что нельзя в субботу исцелять, Он пошел и доложил иудеям, кто Его исцелил, потому что сначала Он не понял, что за человек Его исцелил. И когда иудеи спросили Его, Он не сказал им, потому что не знал, кто Его исцелил. Но когда Он узнал Господа, Он поспешил иудеям рассказать, и, конечно же, тем самым Он навлек на себя то худшее, о котором Его предупреждал Господь. Поэтому и мы, братья и сестры, будем внимательными, и исполняя закон Божий, будем стараться исполнить его в точности, чтобы не впасть в худшее искушение. А именно, мы должны благотворить всем людям, и добрым, и злым, всех любить одинаково, и добрых, и злых, и кто нам благодеяние оказывает, и кто злословит нас, или творит нам какие-то неприятности, только для того, чтобы исполнить закон Христов. Потому что Господь наш Иисус Христос претерпел распятие и смерть крестную за всех людей. Поэтому и мы должны также любить всех людей, как сам Господь. На этой неделе, также в день приполовения Пятидесятницы, в этом году мы совершаем 6 мая память святого Георгия Победоносца, который весьма почитается не только в Русской Православной Церкви, но и во всем православном мире за свою стойкость в вере христианской, за то, что он претерпел многие мучения, за что и назван великомучеником. Так и нам, братья и сестры, нужно быть готовым претерпеть все до конца, чтобы своим терпением и верой прославить Господа, как святой великомученик Георгий, и как все мученики и угодники Божии. Также на этой неделе, 8 мая, мы совершаем память святого апостола и евангелиста Марка. Святой апостол и евангелист Марк по преданию церковному был в Гефсиманском саду и в своем Евангелии косвенно описал себя, как юношу, который был завернут в плащ, но когда его пытались схватить, он оставил плащ преследователям и бежал от них на гим. Своё евангелие он написал в Риме, когда посетил в узах апостола Павла, который был его учителем, который и крестил его. Своё евангелие он написал раньше других евангелистов. Оно было первым из канонических евангелий, которое было признано православной церковью. Оно является самым кратким и самым понятным для первого прочтения. Поэтому церковь обычно и рекомендует Евангелие от Марка прочитывать первым, не так, как оно стоит по порядку Евангелий вторым, но прочитать его первым для того, чтобы иметь общее представление о евангельских событиях и читать уже другие Евангелия, зная о том, что нам изложил апостол и евангелист Марк. Апостол и евангелист Марк был первым епископом Александрии, это древнеегипетский город и сейчас является крупным городом в Египте, и пострадал от язычников. Зная о приближении своей мученической кончины, он поставил себе преемников, после чего во время богослужения язычники схватили его и поволокли на судище. Но так они его немилостивно волокли, что по пути он скончался со словами, которые сам Спаситель сказал с креста, «Вруться Твои, Господи, предаю дух мой». 9 мая мы совершаем в церкви поминовение усопших воинов и всех страдальчески погибших в годы Великой Отечественной войны, а также совершается благодарственный молебен за дарованную Господом победу в Великой Отечественной войне. Спасибо Господи! Христос воскресе! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok